Всем привет! Добро пожаловать на канал! В поисках Итана Картона, значит, и очень атмосферная такая ачивка, и задание, сюжетная линия, как бы... Ну что ж, пойдем посмотрим. Бродилки в лесу. Хвойный лес. Началось. Я могу видеть будущее, так что это прошлое, которое интересует меня. Если вы хотите найти мою дом, то вы должны ответить вопросы, которые я задам вам. Это ошибка, и действительно неправильно для других. Это может быть или нет, или нет. Храбрость или жадость? Варахт, что нравится? Ой-ой-ой-ой. Мистика. Просто бьет ключом. Итак, это достижение и также задание, ну вот с таким же самым козлом, честно, глянем, как оно тут. The Wish. Вам просто нужно, ну, пробежаться, грубо говоря. Значит, поднявшись недалеко от этих... Вот так вот тут все и горит. Это палатка, называемая домом этой колдуни, или кто она там? Черепа животных. Черепа животных. В тумане, пепел, или что-то, непонятно. Ну что ж, мы просто поднимаем записку. Можем осмотреть ее. A beautiful woman stay by river. Вот так вот она выглядит, и можно почитать текст. На берегу реки сидела красивая женщина. Подошедшая ведьма сказала, что у женщины будет ребенок. От радости женщина начала плакать. Вскоре ее радость обернулась страхом. Она плакала и не могла остановиться. Страх обернулся печалью. Женщина продолжала плакать. Она плакала несколько бессонных месяцев, пока не родился ребенок. Слезы состарили женщину, и она перестала быть красивой. Когда ее сын повзрослел, он забрался на гору и пришел в дом ведьмы. Он попросил сделать его маму снова красивой. Ведьма задала мальчику много вопросов. Услышав ответы, она сказала, что солгала его матери о ребенке. Мальчик исчез, и его мать снова стала красивой. Вот такая красивая история. Этан, это иллюзия. Просто пытайся сходить. Престаньте жить в твоей голове. Попробуй что-то реальное. Это то, что люди отвечают. Реальность. Реальность. Это иллюзия. Контрольная точка. Также мы находим еще одну записочку. Этан. Сладенький. Хонни. Я извиняюсь, я кричал. Ладно, давайте подсчитаем перевод. Прости, что накричала на себя. Я хочу, чтобы ты сохранил эту записку, читал ее каждый раз, когда я выхожу из себя. Ты ведь знаешь, что я говорил о ней серьезно. Ты мой сынок, мой солнце. Просто перестань витать в облаках. Ладно. Записка от матери. Love, Mom. С любовью от мамы. Здесь камни совсем прекрасно вписываются в этот все. Очень потрясающе, действительно. Хотя, если вот так вот придираться, да, то деревья-то похожи. Вот здесь, что это у нас тут какой-то грибочек. Это такое же самое. Вот это такое же самое. Вот этот самый грибочек. Вот такого плана. Ну, не хватило бюджета, наверное. Немножек. Но старались. Видно, что старались. И сделали, в принципе, красиво. Хвойный лес. Такая вот опушка. Ну что ж, а мы продолжим бежать по сюжету. И что нам здесь предстоит дальше. Выбираемся из леса. Такс. Что это у нас тут? Мы находим... Склепы. Колокольня. Точнее, часовня. С крестами. Очередная загадка. Церквушка. Деревья. Итак. Чтобы разгадать здесь загадку, нам понадобится несколько предметов. Как я говорил, я не хочу здесь вас, как зрителя, скажем так, утомлять походами. Ой, где тут это найти? Там и так далее. Рассказами и так далее. Я это пройду все быстро и покажу всю эту историю. Надеюсь, вам это понравится. Так, мы попадаем внутрь церкви. Ага, фиг да. Вот сюда. Заблудился. Находим... Че это мы тут находим? Какую-то лампу. Разбитую. Масляная горелка. Так. Подняться наверх не представляется возможным. Ну, да ладно. Там это и не нужно. Как с березы. Да, просто крест сделан из березы. Такое ощущение. Так, что у нас здесь написано? Я так понимаю, это на немецком? Моя прекрасная леди. Хусель, да. Ну, я абсолютно не силен. 1-3-го 1874-го. По 20-е, 9-е. 1934-го. Вот такие пироги. Так, а нам тем временем нужно найти... Вот здесь вот валяется предмет. Такая вот птица. Окровавленная вся. По крайней мере, клюв. Так вот она выглядит. Так, мы ее забираем и пойдем сейчас решать головоломки. Тоже очень атмосферно. Очень так... Серьезно, скажем так, подошли ко всем этим вопросам. Но здесь можно, конечно, осматривать. Возможно, здесь, кстати, могут быть какие-то отсылки. То есть, очень многие разработчики любят... Ну, точнее, не любят, это как какая-то традиция уже в таком вот... В ключе, скажем так, создано, что на различных надгробиях и так далее писать имена тех, кто, значит, приложил руку к созданию этих игр, там, любого жанра. То есть, на кладбище и так далее. Так, что-то я опять заблудился. Хочу там осмотреть. Кровище. Признак борьбы. Несколько разных следов. Отсутствие кровавого следа. Жертва. Убили. Ранен. Крововое пятно. Первая часть этого пазла. Далее. Что тут надо еще? Ага. Шпатель, цементный раствор. Груда кирпичей. Так, и... Очень такая забавная. Созвездие. Крыло ворона. Крест Нерона. Стопа ведьмы. Руна смерти. Клепотю. Знак. Спускаемся вниз. И здесь можем осмотреть. Рукоятка. А на второй вот птицы не хватает. Вороны. Вороны использовать. Мы ставим ее и тянем. Потянем. Ну как это выглядит. Ну не очень. Если бы оно так вдоль всего зала, это было бы действительно красиво. А так масло возгорается. Куча этих... Такой вот жертвенный какой-то как алтарь. Действительно для каких-то ритуалов. Непонятно чего. Так. Сматриваем. Такой вот кинжал. Очень острый. И явно очень-очень древный. Так. Что тут с дядей? Причина смерти. Ранение груди. Нет следов крови. Посмертно. Порез на лице. Легкое кровотечение. Брызги крови. Нападавший был один. Несколько нападавших. Пока недоступно. Побежим на улицу. Собирать картину воедино. Итак. Посматриваем здесь. Останки вороны. Кровь в качестве краски. Кинжал. Неизвестно. Вот некоторые есть здесь места, где абсолютно непонятно, что вы должны сделать. Какой предмет найти, чтобы здесь использовать. Но я кинжал нашел. И возвращаю его на его законное место. А горелку мы поставим сюда. Масленка. Спички. Спирил. Масляная лампа. Ну что ж, мы все осмотрели, кажется. Возвращаемся к трупу и попробуем сейчас посмотреть его историю. Так, вновь эти осколки. Осколки души. Так, сколько их там? Раз, два. Непонятно. Пять или шесть. Так. Здесь, здесь, здесь. Вот там вот что-то. Ну и на них нужно вот так натыкаться. Все это происходило, видно, ночь. Так, сходим сюда. Здесь какая-то драка. Хронология. Метка. Значит, сколько здесь их? Пять. Отлично. Это будет пятое. Поэтому первое. Далее было здесь происшествие. То есть, они как бы его искали. Потом увидели, что он здесь творит чудеса. Вот кирпичами тут закладывают этот склеп. Его кто-то поранил. Значит, виду, уже выволокли его оттуда. Началась какая-то драка. И все это привело к тому, что произошло следующее. Так, визуализация. Чад, ты знаешь, что это неправильно, но... Чад, закрепите эти брики, пока он уйдет. Чад, закрепите их. Чад, дай мне это посмотреть. Будьте от меня. Это Дэл. Они должны быть помогли. Дэл слабый. Он всегда был. Ты прав. Он слабый. Будьте от него. Он твоим братом. Будьте от него. Итан. Мой гад. И Итан. Убегает. Итан убежал. У него тоже есть план. Итак, разгадав эту загадку, мы получаем еще одну ачивку. Так, что у нас тут? Это неправильно. Итан наш мальчик. У меня нет при себе ключа. Не подпускай ко мне маму. Она больна. Вы все больны. Вот так вот история развивается. Слабый не должен спеть. Итан уничтожил что-то. Что-то было, оно вышло. В воздухе и в голову его семьи. Близких Итану. Итак, теперь наш путь лежит в шахту. Вот только найти ее еще нужно. Что, посмотрим, как это здесь все будет происходить. Немножко нужно прогуляться. Да, она где-то там внизу. Ага, фигас 2, тут не слезешь. Только в край карт не упереться где-то. Карты здесь никакой нет. То есть вы просто больны делать что хотите. Да, я, по-моему, вообще не в ту сторону пошел. В некоторых моментах игра почему-то меня немножко подтормаживает. Довольно неприятный момент. Ну, просто все выставлено. На максимум. Вот еще одна обзорная площадка. Кустая трава. Приятная музыка. Так, снова эта палатка. Значит, мне, наверное, где-то вот туда. Так, с тропинки, тропинки, тропинки. Куда вот это идет? Малой убежал в эту сторону. Значит, наверняка мне сюда и нужно. Наверняка вот сюда. Да, кажется, здесь я не был. Так, здесь какая-то лесопилка. Что-то такое. Деревья рубят. Так, куда я тут забрел? Блин, не туда. Чуть-чуть отвлекся. Просто по дороге нужно бежать. Чуть-чуть отвлекся. Чуть-чуть отвлекся. Чуть-чуть отвлекся. Так, распутье. Так, направо пойдешь? Алло, пойдем, ну пойдем направо. Ага, так все-таки там можно было как-то пройти. Да ладно. Так, куда я тебе тут попал? Везде эти будки трансформаторные. А вот это пещера, о которой говорил Итан. И нет ключей, чтобы открыть вот эти ворота. Что тут за замок? 550 чего-то-то там. Хорошо. Ну, нужно найти просто вход. Лаз, через который он тут забрался, он недалеко отходит, находится. Если вы вот так вот проходите, то он подсвечивается. Если вы как-то по-другому проходили, то есть не вот в такой вот последовательности, то вам придется его найти. Забраться. Забираемся внутрь, и здесь будет еще один кусочек пазла, кусочек истории, который я тоже хочу перенести на следующую серию. Так, ну здесь я просто пробегусь в этой шахте. Выйду на свет, скажу так. Плитка. Здесь как храм какой-то был. Не очень похоже на шахту, на самом деле. Поскольку такие вот глыбы какие-то, они так грубо сделаны, и порода вся... Ну, непонятно как-то. Как свалили, как это все искусственно. Понимаю. Так, здесь очень много разных разветвлений, они никуда не ведут. Лифт и дальше. Ну что ж, придется покататься на лифте, но это я буду делать уже в следующей серии. В этой, получается, мы... Что получается у нас? Какая тут ачивка была? Ага, вот это. Получили еще одну ачивку. Все супер. Дальше будет прохождение. И рассказ, показ истории. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok